Мальчики и девочки, проходим, проходим, читаем дисклеймер. Кто не соответствует, тот до свидания. Всем остальным милости просим. Сука, не тот халат. Добро пожаловать в средоточие идиотизма и инженерной мысли. Не могу не заметить сетование многих из вас на то, что большинство самоделок, которые я обозреваю, не работают. Но должен возразить, что все-таки иногда проскакивают дельные вещи. И у меня было масса времени подумать над тем, что же будет сегодня. А сегодня у нас будет очень много интересного. Поэтому безотлагательно начинаем. Вы любите орехи? Я тоже. Нет. Но если все-таки любите, то совершенно недавно специально для вас разработано революционное приспособление, которое я вам сейчас покажу. Облегчатор раскалывания грецких орехов. Звучит серьезно, не правда ли? Сука, жрать захотелось. Стейкмастер Редмонд. Три в одном. Гриль, барбекю и духовка. Причем автоматическая. Крутотенечка. У гриля Редмонд Стейкмастер аж 7 автоматических программ. Вообще не надо думать. У Редмонд три режима жарки стейка. С кровью средний и хорошая прожарка. Когда мясо приготовится, гриль даст знать. Готовенько. Можно употреблять. Так жить можно. Редмонд знает секрет сочного стейка. 240 градусов и мясо сочное внутри и с корочкой снаружи. Ну а кто совершенно дупля не отрезает, как приготовить правильно мясо, для тех, рано как и для меня, существует специальное приложение «Готовим с Редмонд». Всего лишь нужно строго придерживаться рецепта, ну и конечно же иметь соответствующий гриль. И самое главное, что абсолютно ничего не прилипает, потому что антиперигарен покрытен. И самое главное, купить любой сказочный гриль Редмонд сейчас можно по скидке в 35% по промокоду «Доктор Дью». Гоу по ссылочке в описании. Понятное дело, что для изготовления столь важного и нужного приспособления в нашей жизни нам понадобится энное количество инструментов и некоторое количество расходного материала. А именно, болтик, гаечка, полоса металла, болгарка и сварка. А также огромное желание поэпстись. Хуй вам сварку, я кидать не буду, сука диски забыл. Время начинать. Ебаться в 140-й дутавр какая ж охуенная хуеверт-то вышлась. Осталось только помазать. Че-то заедает немножко. Пись, 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 пись. Пись, пись. Пошло как по маслу. А, ну да. Время проверять. Орешек один штука. Давайте поглядим. Ну да, только орешек у нас немножко замшел, но да не суть. Ну вот, а вы говорили. Самоделка работает. На! На! За все то время, которое я потратил на изготовление данной самоделки, я бы даже голой жопой наколотил бы целое ведро грецких орегов. Следовательно, мы сегодня имеем дело с самоделкой, которая находится в состоянии суперпозиции. А именно, самоделка полная хуйня. И самоделка далеко не полная хуйня. Ну, поскольку работает. Ну, вы меня понимаете. Ну, все, пожрали. Теперь можно и поспать. Но нельзя, надо продолжать. Видосик с изобретением следующего изобретения мне уже скидывали приблизительно миллиард раз. В инстаграм. Под всеми видосами. Даже забрасывали на балкон видеокассеты с записью этого видоса. Поэтому вы просто обязаны его так же точно посмотреть. Вы знаете, когда приваривают гайку к оцинкованной трубе, я испытываю боль в глазах. И мне очень хочется сходить к офтальмологу, потому что я очень боюсь за свое зрение. Сука, почему ваши сварочные швы постоянно похожи на какие-то какашки железного человека? Ну, неужели нельзя как-то покрасивее это все-таки приварить? Да и приваривать, если честно, совсем не обязательно. Цепь к трубе. Поскольку существует масса способов сделать это красиво. Чего я, конечно, делать не буду, потому что мне лень. Короче говоря, это газовый ключ сантехника 80-го левела. И если честно, то даже я не до конца понимаю, работает ли эта самоделка. Вы знаете, каждый раз, когда я смотрю вот такое вот говнище, я каждый раз представляю логику этого человека. Это же надо было сходить за цепью. Поехать в какой-то магазин купить гайку. Найти где-то кусок трубы. Иметь сварку. То есть, чисто статистически, вероятность, ходя по всем этим магазинам, не наткнуться на вот такую вот штуку, приблизительно равна 1 к 100 миллиардам. Ну да, понятно, это жалкая имитация нашей суровой реальности из расчета того, что кто-то где-то когда-то в какой-то жопе мира окажется в той ситуации, когда разводного ключа нету. И всегда есть где взять цепь с какого-нибудь комбайна, например. И оттуда же можно открутить болт и все такое. Ну блин. Опять же, статистически, если есть комбайн, то где-то поблизости обязательно найдется один суровый тракторист. У которого, конечно же, найдется разводной ключ. Куда же без него в комбайне-то? Ладно, давайте попробуем повторить это неведомое ебаное говно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Какая получилась красота! Аж страшно. Ну что, давайте проверять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да кого бы доебаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно. Давайте попробуем другую гайку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К моему большому удивлению, самоделка полная хуйня, потому как я, если честно, предполагал, что она хоть и херована будет работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый главный минус заключается в том, что все долбодятлы приваривают цепь к трубе. А вот цепи-звенышки такие себе по толщине. И даже если взять какую-нибудь крутую цепь... Ну, а в нашем случае, если мы делаем самоделку на дому, наспех, потому что нету какого-либо ключа для того, чтобы что-то открутить, то, следовательно, цепь будет у нас абы какая, какая попадется. Окей, давайте предположим, что здесь можно применить мотоциклетную цепь, но, как вы видите, она ни хера не может зацепиться за грани болта. А про какие-то гладкие поверхности типа труб и говорить не приходится. Так что, несмотря на свое глубокое удивление, я вынужден констатировать, что самоделка полная хуйня. Ну и сами понимаете, что количество приваренных звеньев к поверхности нашего инструмента никак не облегчает, не улучшает и не стабилизирует задачу, поскольку все равно рвется именно крайнее звено, которое не приварено. А все те, которые приварены возле него, никак не упрочнают конструкцию. Давненько откладывал следующий видосик на потом, и вот уже решил, что все-таки пора. В этом видосике прекрасно все. Там, собственно, человек дает новую жизнь сломанным пассатижам и превращает их в кусачки. Все хорошо, но вот у меня напрашивается только одно название для данного инструмента, которое он все-таки сделал. Сперматижи. И совсем скоро вы поймете почему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сука, взял вешалку и испортил. В принципе, в функциональности данного инструмента у меня не возникает ни малейших сомнений. Да, это работает, и даже проверять я не собираюсь, поскольку сломанных пассатижей у меня нету, с которых можно сделать сперматижи. А вот эстетика изоляции для ручек у меня вызывает огромнейший вопрос. И я сейчас как раз-таки именно этот момент хочу проверить, поскольку голых всяких вот инструментов без изоляции на рукоятках у меня полно. Ну, вопрос только, хватит ли мне спермоклея для спермопистолета. И вот вроде бы и порыв хороший, и восстановить, и дать новую жизнь, но что-то все равно какая-то хуйня. Ну что же, время заводить спермопистолет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем... В трезвом уме и в добром здравии такую хуйню придумать вряд ли получится. И честно вам признаюсь, что тактильно мне это все напоминает большой толстый х... Нет, этого я не говорил. Это вам показалось. В общем, себе бы я такое точно не сделал. А что касается всех остальных, то я думаю, это дело вкуса. Я вообще, если честно, не до конца понимаю, что было сложного купить термоусадку на худой конец, одеть на рукоятки и все это дело обжечь и усадить. Да и вообще, в отсутствие термоусадки пользоваться как есть. В общем, лично, по моему мнению, вот это вот полная хуйня. Ну и плюс ко всему, рано или поздно все это сделает вот так. Как бы вы ни пытались, это хорошо здесь закрепить. По понятным причинам. Ну и напоследок, 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 напоследок. Самая сука дичь. Конечно же, с канала Автокласс. Всем привет! Возникла классная идея для классной самоделки. И всем советую посмотреть сегодняшнее видео. И уже становится немножко страшно. Потому как мы знаем, что у нас сейчас может произойти. Изначально в ранее заготовленную заготовку... Наш дорогой автор точно так же любит всякие обороты речи, типа мы продолжаем продолжать. Нам нужно будет впрессовать подшипник. Теперь нам понадобится большая шайба, которую мы прихватим обойму с подшипником. Вот таким вот образом. Хорошенечко смазав подшипник, запрессуем его обратно в обойму. Тем временем хочу предложить вам попробовать угадать, что же сейчас будет изобретено. Но боюсь, у вас ничего не выйдет. Приварим к обойме стальной пруд. К отверстию приварим гайку под болт М8. При помощи сварки прихватим две детали друг к другу. Также на УШМ я прикрутил ранее изготовленную деталь и шкив от электродвигателя старой стиральной машинки. Смотрим процесс сборки далее. И как всегда, легким движением рукой у нас сегодня получилась просто классная самоделка. А это самодельная насадка на угловую шлифовальную машину. При помощи которой можно что-то отрезать или же зачистить в труднодоступных местах. Где не подлезешь самой машинкой. Также сегодняшнее устройство будет полезно при ремонте автомобилей. Да и не только. А режет она ничем не хуже обычной болгарки. И сейчас я вам продемонстрирую сегодняшнее приспособление в работе. Полезная самоделка у нас сегодня получилась. Так что кому понравился сегодняшний выпуск, ставим лайки и подписываемся на канал. Ну, при ремонте автомобиля я вот если честно сомневаюсь. Но вот под шумок, если использовать аккумуляторную болгарку, то где-нибудь пиздить провода самое оно, если подобрать по размеру ремешок. И вы в свою очередь крайне часто мне делаете замечания по поводу того, что мол, доктор, что ты сука доебался обратно до изобретателя. Он просто преподнес охуенную идею, а тебе всего лишь необходимо ее довести до ума и сделать как надо, поскольку преподносится именно сама идея. Ну вот как раз сегодня и наступил тот самый момент, когда мы будем использовать идею, но сделаем немножко по-своему для того, чтобы все это не делало вот так вот. И постараемся сделать конструкцию гораздо более жесткой и гораздо более функциональной. Конечно же я подготовился к этому видео и поехал в наш один чудесный магазин и приобрел ремешочек. Но он чуть-чуть длиннее, поскольку нам необходимо все-таки усовершенствовать конструкцию, поэтому он, наверное, даже будет коротковат. Но не суть. Опять же я столкнулся с непосильной задачей. Найти гребаные шкивы от старой стиральной машины, поэтому мне сейчас будет необходимо изготовить их с нуля в одно лицо. Но это не так сложно при наличии токарного станка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И ведь не соврал, инструмент действительно для труднодоступных мест, если вы понимаете, о чём я. Сказать, что самоделка работает, нихуя не сказать. Это просто охуенная вещь. И я должен признать, что автор канала Автокласс в кое-то веки показал действительно класс. Надо признать, что это теперь мой новый, самый любимый инструмент. А если добавить пара сектор, а если добавить пару секций, которые могут еще заглядывать за угол, то можно незаметно из-за угла чего-нибудь спиливать так, чтобы не спалиться. Область применение данного инструмента, конечно же, до сих пор под вопросом, ну вот, к примеру, назойливому соседу, который находится этажом выше и постоянно выходит на балкон покурить, чем сильно заванивает вам помещение, сигаретку спилить точно можно. Ну и, конечно же, параллельно выхватить серьезных лоузов, глядя на то, как ваш сосед сложит целый кирпичный завод, глядя на это изобретение. Так что, как видите, всё далеко не так хуёво, как может показаться на первый взгляд, если сделать определенные доработки. В частности, чуть-чуть изменить длину для увеличения трэша, угара и садомии. На сегодня у меня всё. Присылайте свои самоделки в комментариях к этому видео, а также по ссылке в инстаграме можете отмечать, можете присылать в директ, как вам будет удобно. Ну а у меня, к сожалению, на сегодня всё. С вами был доктор Дью. До свидания.